МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пользователи, в том числе из нашего региона, стали активно переходить в другие соцсети и оплакивать свой бизнес в Инстаграм. Последние активно использовали предприниматели и блогеры для продвижения личного бренда. Что они думают теперь и что рекомендуют делать им эксперты в репортаже? Полночь, вошедшую в историю соцсетей, сегодня Роскомнадзор после одобрения насильственных призывов руководства Меты заблокировал для россиян Фейсбук и Инстаграм. Но пользоваться мессенджерами все еще возможно. Для этого включаем VPN, это приложение для зашифрованного подключения. Ждем прогрузку, рекламу, потому что это бесплатный VPN, а бесплатных сейчас стало намного меньше. И пользуемся. Не все будут покупать платный этот ресурс. Бесплатный – это тоже некие ограничения, это торможение скорости, не каждый готов будет разобраться. Яника пока в Инстаграме, у нее 8 с лишним тысяч подписчиков. Но она не переставала быть и в российском ВКонтакте, куда сейчас активно мигрируют. Некоторые уходят в Телеграм, но это больше экспертный канал. Одноклассники – это, наверное, совсем такой олдскул. Может быть, начали осваивать новые соцсети. Например, я рус. Говорят, что схожий функционал с Инстаграмом. Но, тем не менее, опять же, посмотрим, как будет дальше. Пока, ну вот лично у меня веры в нее сильно нет. Юлия Жуйкова тоже выбрала альтернативу и ВКонтакте. Сеть, забытая многими, перерождается на глазах. В последние дни в интернете было все – от ликования за блокировку нетолерантных мессенджеров до слез тех, кто в них продвигал бизнес. Юлия на это смотрит философски. В какой-то степени это лживая соцсеть. Очень много делается именно для рейтингов, для охватов. И, наверное, мы достигли того пика, когда нас ждет всех трансформация, некое обнуление. Фейсбук – сеть абсолютно бесполезная с точки зрения продаж каких-то серьезных. Это сеть каких-то нищебродов, которые только постят и только комментируют, болтают. В отличие от Линкдина, например, деловой сети, Фейсбук – это помойка. По мнению специалистов, Инстаграм в основном прокачивают личные бренды, поэтому много продукта из воздуха, что лично он за бизнес не считает. Людей с другой точки зрения больше. В интернете даже гуляет анкета. Укажите род деятельности и уровень заработка. Якобы данные собирает Совет блогеров при Совете Федерации, но подтверждения этому нет. Но все эти поиски и выхода кажутся странными, ведь генпрокуратура направила в суд заявление о признании метаэкстремистской организацией. По мнению юриста Людмилы Шкун, произойдет это в кратчайшие сроки. Никаких котиков, никаких собачек, никаких там добрых лайков уже нельзя будет даже делать. Не только делать, но и иметь этот знак, поскольку фактически можно будет вас привлечь к ответственности, к уголовной ответственности, как вы будете уже являться распространителем этого даже знака, этой символики. Но барнаульские предприниматели не отчаиваются. Как маркетолог я понимаю, насколько обширный функционал, сколько разных каналов. Мы просто про все забыли, мы же ушли в диджитал, ушли в инстаграм, выбрали это приоритетным направлением. Существующие сети, сервис MyTarget, Яндекс.Дзен, Пинтерест к нему тоже советуют присмотреться. В общем, всем грустящим блогерам советуют быть гибче, приспосабливаться и, возможно, занимать первыми место под новым солнцем. А тем временем на этой неделе стало известно о новом порядке выплат на детей от 3 до 7 лет. Такая мера поддержки положена не всем семьям, ее можно получить только в зависимости от дохода. На выплату могут рассчитывать семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи менее одного прожиточного минимума. При этом необходимо учитывать и другие меры господдержки, так как они тоже являются источником дохода. Государственная поддержка предоставляется в трех размерах – либо 50% от прожиточного минимума, либо 75% и, наконец, полная сумма прожиточного минимума – это 11 542 рубля. Также в регионе, как и во всей стране, теперь будут в ежедневном режиме мониторить ситуацию на рынке труда. В ближайшее время Минтруд разработает меры, которые помогут сохранить занятость граждан и окажут поддержку компаниям, перестраивающим свою работу. По официальным данным, на сегодня в крае проживает 15 700 безработных жителей. Не исключено, что в ближайшее время рынок труда еще отреагирует на экономические запреты со стороны Запада. В крае в самом разгаре подготовка к посевной. Но из-за санкций алтайские аграрии уже испытывают трудности с семенами. Не секрет, что наше сельское хозяйство в последние годы во многом зависело от импортного материала. Так, из-за рубежа завозили 90% семян картошки и почти 100% семян сахарной свеклы. В условиях санкций производственная безопасность страны приобретает особую значимость. Наш корреспондент Анастасия Дороган выясняла, будет ли что сеять в крае этой весной, каковы дальнейшие перспективы отрасли и от чего они зависят. Сеть меньше Илья Мурзинов начал не сегодня. Когда-то отказался сажать морковь и картошку из-за цены импортных семян. Капусту еще выращивают, на ее семенах получалось экономить. Покупал их в местной Западно-Сибирской овощной станции. Сорт «Надежда» вырастал, хороший ровный качан. Все качаны похожи друг на друга. Семена были намного доступнее. Теперь, конечно, можно купить эти семена «Надежда», подарок. Только там вырастает непонятно что. Вы перешли на иностранные семена, да? Ну да. Семена уже подорожали вдвое, но выход фермер нашел. Все зерновые ими кормит скот, который потом продает. Оборот позволяет выращивать овощи. Семена зерна, по словам властей, у фермеров закуплены. Эту посевную проведут, я надеюсь, без срывов. Дальше будем смотреть. Потому что по многим культурам семян нашей селекции, российской, фактически нет. Если брать тот же картофель, если брать сою, если брать кукурузу, подсолнечник. По словам фермеров, самый импортозависимый – подсолнечник и рапс. По данным Краевого ментельхоза, доля зарубежных семян по ним – 18,6% соответственно. К нам завозят отдельные партии гибрида кукурузы. А эксперт одного из местных агроцентров, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что отечественных семян сахарной свеклы – лишь 5%. Казалось бы, важные для России культуры должны выводить у нас, и эту работу ведут. Но после последней аграрной реформы гораздо в меньших объемах. Раньше была сеть аграрных центров, но потом их начали объединять с научными. В этом занимаются селекции семян овощей, и есть еще два учреждения. Центр агробиотехнологии выводит семена зерновых и зернобобовых, а институт имени Лисовенко – садово-плодовые культуры. Наши аграрии готовы покупать больше неимпортных семян. Но все непросто. Семена выводят несколько лет, к примеру, свеклы – два года, а селекционеры – специалисты штучные. Это сейчас самая, наверное, востребованная профессия. И хотя выпускают агрономов не меньше, чем в СССР, в научные институты сельского хозяйства и селекционные центры, где выводят семена, приходят единицы. Дело в зарплате и состоянии сферы. Хотелось бы, чтобы дальше шла модернизация технического оснащения. Процесс создания сортов очень сложный. Это гибридизация, где намечаются родительские формы. Пыльца с одного растения переносится на другое растение. А еще минус отечественной селекции – непакетное обслуживание. За границей вместе с семенами со скидки предлагают удобрения и химзащиту. У нас такого нет. Но ми сельхоз края санкции не пугают. В 2022 году посевная площадь сельхозкультур составит 5 с лишним миллионов гектаров. Это на 32 тысячи гектаров больше, чем в прошлом. Вырастут площади сева зерновых и зернобобовых, сои, овощи бахчевых и картофеля. Чиновники уверены, у нас достаточно конкурентно способных сортов семян. Эксперты оптимизм не разделяют. Если не начать вкладывать в развитие отечественного семеноводства, проблемы с дефицитом культур мы почувствуем. Не сейчас, так уже через год. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Особую экономическую зону промышленного типа планируют создать в Алтайском крае. Об этом сообщают в Министерстве промышленности и энергетики региона. Особый статус позволит устанавливать более низкие цены на товары, которые будут производить на территории экономической зоны за счет снижения налоговой нагрузки. В эту зону смогут войти не только уже работающие предприятия, но и те компании, которые планируют открыть производство в регионе. Также стало известно, что в крае начнут субсидировать затраты на транспортировку местной продукции. Дело в том, что логистические издержки на фоне санкций существенно отражаются на стоимости товара. Ряд предприятий машиностроения и химии приобретают зарубежные комплектующие и сырье. С их поставками могут возникнуть сложности. В настоящий момент поставщики взяли паузу, не подтверждают новые отгрузки, но и не разрывают контракты. Кроме того, пока непонятно, когда поступит ранее заказанное и оплаченное нашими предприятиями оборудование. Предприятие активно анализирует варианты замещения комплектующих отечественными и китайскими аналогами. С продуктовых полок исчезают бананы, а оставшиеся продукты стабильно обновляют ценник. И все это после 24 февраля три недели подряд. Продуктовая корзина среднестатистического жителя нашего региона уже начала видоизменяться. Перестраиваться приходится и многим алтайским предпринимателям, в том числе тем, кто производит из местного сырья. Есть, правда, и такие, которые считают изменения зеленым светом для своего бизнеса. О новой реальности, ее проблемах и перспективах далее. Пока работал мораторий на плановые проверки, количество внеплановых проверок увеличилось многократно. Смотреть на ситуацию честно и трезво призывают властей-производителей. Бизнес у мелких и средних предпринимателей, которые заполняют свои продукции не иностранные прилавки, а наши, максимально локальный. Из-за санкций, последовавших после спецоперации на Украине, производителям нужна поддержка. Экономика рынка меняется на глазах. Буквально за две недели уже было два раза поднятие цен. На сегодняшний день я вот уже говорил и говорю всем. То есть сегодня уже нам сказали, что в Алтайском крае нет муки. Мука, конечно, есть на складах, но перебои с поставками, потому что каждый день меняется цена. Люди массово скупают. Хотя мука, алтайское, мясо, свинина, курица, говядина тоже наши. Упаковка вот импортная. И только она тянет за собой 30-ти процентное удорожание продукта. Чтобы оставить цены прежде, как они до военной операции были, так скажем, снизить цену на упаковку. Пусть она будет простой, но товар не ухудшится качеством, не уменьшится в объеме, как многие говорят. Давайте сейчас все хитрые объемом будем играть. То есть раньше было килограмм, стало 900 грамм, стало 900 было, стало 800 грамм. Он допускает и возвращение к разновесу. Вот только купят ли продукт без красивой обертки. Производитель сыров Петр Кузьмин сделал стратегический запас упаковки. И в поиске производителей российских аналогов. Говорит, качество у нас хуже. А замену итальянской сырной закваски и вовсе не найдет. Но на производство сыра, максимально приближенного к итальянскому, он даже делает ставку. Это поможет и закрытому рынку, и нашему кошельку, уверен предприниматель. Увеличивать продажи. Ждем дополнительных оптовых клиентов, предложения от торговых сетей, для того, чтобы себе увеличить объемы продаж, снизить немного тем самым себестоимость. В кондитерской сфере тоже обескуражены от роста цен. Стоит только упомянуть спрос на сахар, столь востребованный в последние дни. В помощь российским производителям известные блогеры начали рассказывать о них широкой аудитории. Отечественная социальная сеть запустила инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса. Инструктор для построения сайта, интернет-магазин со своей оплатой, бесплатное подключение доставки. Мер ждут и от властей. Разрыв логистики, поставок ингредиентов, запчастей – лишь часть проблем, и решать их нужно оперативно. У нас сегодня такая ситуация в мобилизационной экономике. Та вальяжная история, как мы работали до этого, на мой взгляд, она губительна сегодня. Придется перестраиваться и работать больше и интенсивнее. Но это означает и генерацию новых идей, новых производств и в перспективе сохранения стабильности, и в перспективе развития. По мнению экспертов, сейчас нужно отпустить бизнес, пересмотреть налог на имущество, землю, сборы на Меркурий, Платон. Ведь оборотные средства бизнеса скоро начнут падать. Юрий Фридц уверен, что неплохо было бы пересмотреть налоговую политику за последние три года и вливать деньги не только в банки. Если сегодня наполнит реальный сектор, в том числе финансовыми ресурсами, чего, к сожалению, нет пока, то бросить ресурсы на закуп нового оборудования, станков, технологий. И тогда можно получить определенный эффект, определенный прорыв. В ближайшее время, уверены эксперты, комплекс мер поддержки должен быть принят. Из доклада, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, следует, что эта помощь должна быть более ощутима, чем в пандемию. Тогда поддержкой смогли воспользоваться лишь 38% компаний, третий в помощи было отказано. Сейчас же ситуация такова, что поддержать нужно 90% производителей. Слишком зависим наш бизнес от импорта. На этой неделе особо заметно прозвучала и тема онкологии. Так, Рубцовский онкологический диспансер отметил 50-летний юбилей. А в Краевой онкоцентр «Надежда» в Барнауле завезли новое рентгенохирургическое оборудование. И если закрытие известных магазинов, ресторанов еще можно пережить, то возможное отсутствие жизненно необходимых лекарств и оборудования в больницах серьезно пугают жителей регионной страны. Особенно это касается такой уязвимой группы, как онкобольные пациенты. Что на данный момент известно о поставках препаратов и международном сотрудничестве по теме раковых заболеваний, смотрите в сюжете. В этом отделении никогда не бывает пусто. В среднем у 70 детей в Алтайском крае ежегодно выявляют онкологию. Еще порядка 700 пациентов находятся на учете. Отразятся ли санкции на такой уязвимой категории? В Центре охраны материнства и детства нас заверили, пока проблем с препаратами нет. Те лекарства, поставка которых была запланирована на этот год, закупаются и в этом вопросе у медиков нет паники. Импортзамещающие технологии внедрены давно. И в медицине внедрены они уже лет пять, наверное. Поэтому большинство наших препаратов, они отечественного производства. Вопросы с субстанцией, ну опять же не знаю, там чья она эта субстанция-то была. Если китайская, так, наверное, вообще вопросов не возникнет. Есть препараты, которые используются очень редко. Ну, в частности, иммунотерапия, про которую много там по телевизору говорят, нейробластомы лечат, ну, во-первых, это крайне штучные пациенты. Закупка ведется через фонд при президенте. И на пока я не слышал, чтобы были проблемы с тем, чтобы не было поставок препаратов для детей нашего профиля, ну, то есть тяжелая гематология и онкология из других стран, включая Америку. Чем быстрее обнаружить опухоль, тем больше шансов на долгую жизнь. Поэтому поставка оборудования в больнице и его сервисное обслуживание – тема, которая тоже пока вызывает тревогу. В настоящее время таких сложностей с поставками оборудования нет. С поставками рассудных материалов нет. Поставленное оборудование имеет гарантию производителя, да. То есть в любом случае на территории нашей страны имеются организации, представляющие производители и осуществляющие сервисное обслуживание оборудования. От своих обязательств никто не отказался. В любом случае оборудование не останется без сервиса, я в этом абсолютно уверен. Российско-американский противораковый центр на базе Алтайского госуниверситета. Совместно с учеными из штата Аризоны здесь занимаются разработкой диагностических методик, которые помогают выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Уже сейчас понятно – неизбежные проблемы, связанные с доставкой зарубежного оборудования, расходных материалов, с их ценами – все это может замедлить исследования. Когда наши ученые смогут поехать на стажировки и конференции в Америку – тоже пока вопрос открытый. Но самое главное на сегодняшний день – ученые двух стран не разрывают свое сотрудничество. Я буквально на прошлой неделе разговаривал с нашими коллегами, со Стефаном Джонстоном. Как раз мы обсуждали уже будущие планы. Ни с его стороны, ни со стороны университета штата Аризоны нет никаких препятствий для того, чтобы этот проект продолжался. И более того, к нам еще присоединяются коллеги из Вьетнама. Они хотят открыть такую же зеркальную лабораторию и заниматься диагностикой онкологических заболеваний. Потому что эти заболевания никуда не уходят. И, естественно, что остаются актуальны даже в сложное время. Все это дает хоть какую-то надежду, что люди, которые проходят лечение от рака и, по сути, сейчас вообще далеки от политики, все же не пострадают ни от санкций, ни от их затяжных последствий. Ирина Корчагина. День с толком. Свыше 700 детей в крае болеют онкологией. Большая часть из них сейчас в стадии ремиссии, когда опасность сведена к минимуму. Но немало и тех, кто на пике борьбы с коварным недугом. Испытывает на себе сложное лечение, в том числе лучевую и химиотерапию. Насколько эффективны сегодня эти методики? Меняется ли в принципе подход к проблеме детского рака? Что значит правильный настрой на борьбу? И как во время серьезных испытаний можно изменить жизнь к лучшему? Смотрите далее. Эти фото сделаны почти три года назад. Летом 2019-го, как гром среди ясного неба, в одну из барнаульских семей нагрянула беда. У 14-летнего Матвея врачи определили рак. Парня положили в больницу, а его мама в буквальном смысле пыталась заново обрести себя. Неадекватно себя вела, просто неадекватно, потому что в голове не укладываются такие слова. Не воспринимается эта ситуация. И вообще осознание того, что произошло, пришло где-то на третьи сутки, наверное, только. Шок, растерянность, паника. Такую реакцию, говорят психологи, переживают абсолютно все, кто впервые столкнулся с онкологией. Но чем быстрее придет принятие сложной ситуации, тем выше шансы выйти из нее победителем. У Матвея и ее мамы это, можно сказать, получилось. Сегодня парень в стойкой ремиссии, то есть болезнь отступила. Просто заболевание, сложное, переносимое, вынес для себя урок определенный и продолжил жить, но уже изменив свою жизнь. Определенный урок – это долгие месяцы лечения в стационаре, вера в лучшее, даже когда невыносимо плохо. Парень перенес клиническую смерть и абсолютно иное отношение к самой болезни и жизни. Как прийти к такому осознанию, эта семья и другие, где дети болеют раком, готовы делиться со всеми нуждающимися, а их, к сожалению, не становится меньше. Я, конечно, очень сильно удивилась, что очень много, очень много больных детей ликозом. Потому что одну году поступали с нами, поступило очень много детей. И как бы они поступают, и поступают, и поступают. Что прям, не знаю, как простуда это уже. Дочка Марины, Есения, заболела полгода назад. С тех пор отделение онкогематологии стало для нее вторым домом. В первом остались муж и двое сыновей. Трудно всем, но никто не отчаивается. Несмотря на сложный путь, лечение продлится не меньше двух лет, прогнозы хорошие. Какой цвет это? Это? Какой цвет? Синий. Синий, правильно. А это какой цвет? Это? Зеленый. Зеленый. По словам детских онкологов, сегодня уже в 80% случаев рак победить удается. Да, по-прежнему исход во многом зависит от стадии заболевания и вида опухоли. Особо агрессивные образования разрушению поддаются сложно. Хотя и здесь есть определенный прогресс. Живот болит? Давай смотреть. Давай, давай, допустим. И пойдем? И пойдешь выберу. В целом же методики лечения по европейским медицинским протоколам высокоэффективны, говорят специалисты. Но в их основе все те же труднопереносимые химия и лучевая терапия. Снижение токсичности этих препаратов сейчас главная задача для ученых-медиков всего мира. Новые протоколы предполагают снижение токсичности. То есть проведение такой терапии, при которой эффективность останется такой же, а токсичность меньше. Помимо чисто медицинских факторов, стадий заболевания, вида опухоли, огромное значение в ходе лечения имеет эмоциональное состояние ребенка. Устала больница? Очень. У Саши из Хабарского района рецидив. Раковые клетки снова стали разрастаться. Этот процесс нужно подавить, чтобы пройти второй курс химиотерапии и после поехать в Москву для пересадки костного мозга. Пока у нас анализы упали, никак не поднимаются. Все упало. Лейкоциты у нас 0,4, тромбоциты, гемоглобин. Вот ту неделю всю то тромбоциты переливали, то гемоглобин. Комаровой в отделении онкогематологии находится уже полгода. Мама мальчика признается, что за это время от нее отвыкла младшая дочь. Сейчас ей 9 месяцев. Марина с трудом сдерживает слезы, но не сомневается в успехе лечения. Ничего. Выкрутимся. Все будет хорошо. И Марина, и родители других юных пациентов безмерно благодарны врачам отделения гематологии за то, что последние лечат не только тело, но и душу. Наставляют, всячески поддерживают. Онкологи, штат которых недавно пополнили три молодых специалиста, говорят, Сложную работу выдерживают не все, и дело не столько в высокой ответственности, сколько в большой эмоциональной нагрузке. Конечно, ты через себя это все пропускаешь. Всех детей как бы ни говорили, что нельзя близко к сердцу воспринимать. Со временем, конечно, это может быть как-то притупляется. То есть ты не так близко воспринимаешь, но каждый ребенок индивидуален к каждому ребенку. То есть ты чувствуешь свои какие-то чувства, и это невозможно просто не чувствовать как-то, не воспринимать. Чувствовать, воспринимать, но не уходить в депрессию. Родителям болеющих детей помогает психолог отделения. Он учит восстанавливать и поддерживать правильное психоэмоциональное состояние, которое, безусловно, передается ребенку. Постараться погрузиться в это настоящее. То есть сейчас предстоит, например, диагностика полная, да, например, дальше будет следующий этап. Это будет разработана химиотерапия или там какая-то другая, лучевая. То есть этапы лечения. Какие могут быть последствия. То есть все очень четко, примерно хотя бы, да. Мы же не можем на 100% быть уверены, но мы эти шаги проговариваем. Очень четко и ясно. И стараемся настроить человека на настоящий момент. Важно также не замыкаться и принимать помощь от всех неравнодушных. Постояльцам отделения помогают сотни волонтеров. Активно откликаются многие вузы и школы, некоторые компании. На протяжении многих лет организуют для пациентов онкогематологии. Разные мероприятия дарят подарки. В том, что отзывчивых до чужой беды людей становится больше, не сомневается художник Юлия Губернаторова. Она сама примкнула к числу волонтеров онкоотделения 7 лет назад. Проводила с пациентами занятия по живописи. После выписки многие дети пожелали продолжить обучение уже в студии Юлии. Когда началась пандемия, я подала заявку на участие в президентском гарантии. И создала онлайн-школу по артреабилитации для детей с онкологией и их родителей. Дети пишут картины, их выставляют на продажу, а вырученные деньги идут либо на лечение, либо на подарки для больных раком детей. В процессе работы я поняла, что это такие же дети, как все остальные. Они также радуются, любят, получают удовольствие. Получать удовольствие от каждого дня – жизненный принцип Матвея. Болезнь, конечно, многое сменило. Парню пришлось перевестись из общеобразовательной школы в центр дистанционного обучения. Мама вместе с педиатром разработали план посещения поликлиники. Но вместе с тем сегодня и сам Матвей и его близкие понимают, что в испытаниях можно и нужно находить плюсы. За последние годы парень закончил онлайн-курсы по 3D-моделированию, выучился на фотографа, не забросил и прежний круг интересов. Расширил коллекцию моделей авто. Один из самых старых моделей остался, который я сам делал. Регулярные прогулки на свежем воздухе, правильное питание, физические упражнения, конструирование для поддержания моторики рук. Каждое действие обдуманное использовать для здоровья. При этом нет места спешке и негативным мыслям. Боль, испытание – это все пересилить. Потом ты уже понимаешь, что ты не это, что ты сильный человек. Оглядываясь сюда, понимаешь, что только вот это важно для тебя, только вот это ценно для тебя, вот это невозможно потеряя вернуть. А все остальное, все изменчиво, все можно изменить. Ни в коем случае не отчаивались. Вообще ни в коем случае не отчаивались, потому что нет безвыходных ситуаций. Решение кадровой проблемы в медицине на этой неделе Алтайский Минздрав обсуждал сразу на двух больших мероприятиях – коллегии ведомства и форуме молодых специалистов. Подробнее о последнем – в сюжете Татьяны Голубевой. А целью форума является прямой открытый диалог, для того, чтобы мы понимали запрос в отрасли, для того, чтобы мы понимали, куда ребята думают развиваться в дальнейшем, поскольку через 5-10 лет это будет основной костяк здравоохранения Алтайского края. А будет ли? В зале 330 человек из городов и районов края, но проблемы у всех похожи. Заработные платы – это и, в принципе, переманивание молодых специалистов в бюджетной организации и в небюджетной организации. Но я думаю, что все-таки на настоящий момент актуальной проблемой все-таки является передача опыта. Не хватает совета, совета более старших сотрудников, которые могли бы наставить на путь истинный. Вторит инфекционисту и врач бийской стоматологии. В профессии она уже порядка 7 лет, но, как и Виталию, в свое время не хватало наставников, поддерживающих и помогающих. Были и другие проблемы. Если брать совсем юного доктора, то он сталкивается с очень большой нагрузкой пациентов. То есть он принимает не только на свою ставку, которая ему положена, но и сверх нее. И не всегда справляется. Происходит эмоциональное выгорание и профессиональное тоже. Всем этим делились и с коллегами, и с министром здравоохранения. Кстати, общение продолжится. Сегодня был избран совет молодых врачей в составе 20 человек. На регулярной основе будут проходить заседания советов, которым будет предлагаться, скорее всего, решение каких-то проблем. И я думаю, что дальнейшее будет действие. Это все-таки представление этих проблем с путями решения уже непосредственно руководству Министерства здравоохранения Алтайского края. В числе насущных проблем региона, которые предстоит решать совместно, кадровый дефицит, заработные платы молодых врачей, проблемы социального найма жилья, получение компенсации за съемное жилье и другие. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. На сегодняшний день не хватает 800 врачей и 2000 работников среднего медицинского звена. В ближайшие три года на решение этой проблемы, по словам министра края, дополнительно выделят полтора миллиарда рублей. Планируют также на уровне края принять отдельный закон по поддержке кадров. Весь объем тех преференций, тех социальных обязательств, которые перед медицинским работником мы обязаны реализовывать, скомпоновать в этом законопроекте. При этом со стороны муниципалитета это компенсация аренды жилья, это единовременные выплаты, это возможность в первоочередном варианте рассмотреть предоставление и в детских садах, когда есть такая, опять-таки, возможность. Сегодня задача наша совместно с главными врачами. Ну, первое, чтобы они осознали, поняли этот план, понимали, что это реализация и их обязанность, не только министерства и правительства, поскольку создавать условия и адаптации, и лояльного отношения, и всячески потворствовать тем изменениям, которые хочет медицинский персонал, это, конечно, обязательства администрации больниц. Если, вот как мы планируем, не будет дальнейшего интенсивного оттока из отрасли сохраниться, вот тот дополнительный приток за счет целевого обучения, то мы планируем в периоде до 2025 года закрыть основные проблемы по врачебным специальностям. Это, в первую очередь, участковые педиатры и терапевты. Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили накануне в Барнауле. На торжественный митинг-концерт «За мир, за Россию» пришло больше трех тысяч горожан. Окна многих зданий украсили триколором, а с приближением сумерек зажгли в них свет таким образом, чтобы получилась буква «З». Подробнее об этом смотрите далее. Ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Кремля подписали межгосударственный договор о том, что Крым и Севастополь стали субъектами нашей страны. Воссоединение с Россией, а также в поддержку действий вооруженных сил спецопераций на Украине в Барнауле отметили торжественно. На патриотическом концерте в Манеже «Темп» яблоку негде упасть. Люди скандируют, размахивают флагами, подпевают выступающим, лучшим творческим коллективом города. Среди почетных участников – губернатор края. Несмотря на огромное давление разных сторон и разных сил, и Крым, и Севастополь устойчиво развиваются и строят свое будущее как субъекты Российской Федерации. А вся наша страна полна решимости преодолеть все трудности. В знак крымской весны окна многих крупных зданий в городе украсили триколором. Я положительно отношусь. Я же вам говорил, вон танк стоит. Готов хоть завтра отправиться, помогать нашим ребятам в Донбасс. Не хватает только одного символа – буквы «З». И афганцы рядом. Я думаю, что они бы не против его отдать на фронт. Это же ведь… Ну, смотрите, он готовый. Солярки налейте и вперед на нем. А с приближением сумерек в окнах зажгли свет, чтобы получились буквы «З» и «В», а также слово «Крым». Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Алтай ждет массовый наплыв отдыхающих этим летом. По крайней мере, в этом уверены сотрудники региональной ассоциации туризма. На днях они вернулись из Москвы, где завершились крупные международные туристические выставки. Внимание к турам на Алтай, уверяют специалисты, было повышено. В столице проходили выставки «Интурмаркет» и «МТТАЙ». Стенды края в общей сложности посетили больше 20 тысяч человек. Они активно интересовались маршрутами и направлениями, вариантами размещения, а также лечебно-оздоровительными программами и гастрономическими брендами. Специалисты уверены, несмотря на сложности, экономическое положение, число отдыхающих на Алтае в этом году многократно превысит трафик прошлого года. Правда, в основном это будут россияне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова